Теперь Валерий Константинович и Елена. Вы защищаете молодые деревья от солнечных ожогов. А, вопрос. Защищаете деревья от солнечных ожогов. И если закрывать спинборда, то надо все дерево закрывать. Это только ствол внизу. Значит, смотрите, я живу в солнечных Акасии. Когда-то здесь было 250 дней в году солнца, но стало поменьше, и все равно она осталась солнечная. Все равно осталось малоснежная, все равно не хватает дождей. И я никогда не закрываю солнечных ожогов. Солнечные ожоги имеют место быть. Вот. Или это, допустим, способствует этому морозобоину, или это совместное действие. Когда и солнечные ожоги, и мороз, все это вместе, получается страшные раны. И тогда я не делаю ничего. А эти же раны дерево заращивают само. Вот. А если вы закрываете с этим же самым солнечным ожогом, дерево нормально развиваться не может. Вот. Ой, сегодня мне сейчас одна такая мысль. Боже мой! Я потом забуду. Это случилось перед самым... Это случилось перед самым лиминаром. Так. Он сравнил человек. Человек сравнил. А! Значит, берем чернокожего человека. Якобы он должен жить. И по какой он право... Вот пока не обработанная мысль. Но это очень важно. Это тоже войдет в книгу. Внимание, такое сравнение было. Ай, не хуй! Я прямо это... Ну, оказывается, ну есть же умные люди. Вот. Значит, почему чернокожие люди в Африке черные? По теории, они должны быть белыми, потому что солнечные лучи должны ударяться в чернокожую. Они же-то полголые ходят. Вот. Ударяться в его кожу и отскакивать. А раз кожа черная, то тогда получается, что они перегреваются. Не должно быть этого. В Африке должны жить белые люди. Что ответил человек, которому задали этот вопрос? В жизни бы я не догадался. Он сказал, а давайте сравним с иномаркой, которая имеет темную тонировку. Для чего делают темную тонировку? Да я делаю для того... Это он объясняет, не я. Я бы мог не сообразить. Я не сам ровный. Я делаю темную тонировку для того, чтобы внутри машины было прохладно. Значит, черная кожа у чернокожего человека, это та же тонировка. Как я обрадовался. Вот хорошо. Вот если бы не вы, я бы завтра бы не вспомнил. У меня памяти нет. Как здорово это прозвучало. Какой умный человек это сказал. Это та же тонировка для автомобиля. Вот. А теперь еще раз. Ну, не считаем там березу, еще чего-то. Бывают зеленые, штампы чаще всего они коричневые. Или темно-коричневые. Так вот, именно они, все равно, как бы солнца бы ни было, именно они у большинства деревьев, и мы, неважно где их историческая родина, вынуждены их всех выращивать там, где очень много солнца, избыток солнца. И мы разобоины, не исключены. Но, все равно, не прятать от деревьев солнца, это все-таки не прятать. Все-таки лучше, чем прятать от солнечных ожогов. Вот такой мой ответ. Как мог ответил, я уже устал. Может, чуть-чуть сбиваюсь. Так. Итак, Елена, не закрываем. Уж если здесь солнце, как Акасия обходится без смертей. Валерий Константинович, как отразиться на конечном результате прививка червякова червячи на северный свечный и северный свечный. Значит, смотрите. Мы немножко не дошли до того места, где это. Вот. Дело в чем. Я пока без фотографий. Ладно. Итак, прививка червячи на червячи. Был со мной человек, вот он сегодня же в WhatsApp со мной спорил, что есть способ прививки червячи на червячи. И этот способ даже используют специалисты и даже выращивают такие деревья на продажу. Я ответил. Червячи на червячи. Это лучше будет страдать. Серенец червячи. Представляем, червячи прививки на червячи. Хирургический шов. Это страшная вещь. То есть, вместо прививки, это хирургический шов. Он червячи нужен. Повысит морозостойкость червячи на червячи. Только может приблизить морозостойкость. Ой, приблизить эту самую. Именно, то есть, не привитая, допустим, на шестой-седьмой год может зацвести, а привитая на третий-четвертый год. С этой точки зрения, да. Но червячи шов может угробить верхнюю часть дерева. Все-таки Россия, а это не это самое. Хоть и говорят, ее самый великий, Астам Бендер, назвал Россию родиной сладов. Но даже если это и так, то сейчас с воды тут не выживает. Холодно. Это не Африка. Так вот, червячи на червячи приближает плодоношение, но уменьшает морозостойкость. Значит, червячи на червячи отпадает. Теперь, даже населенность червячи. Так, вишня. Вишня, вишня, рознь. Европейская вишня, она не годится. Сибирская годится. Иначе бы у меня сейчас не росло 9 мощных, рослых, 8-9 метров. Я вам показывал фильм, там мой помощник на стремянку поднялся на верхнюю, поднялся, собирает червячи. А до неба, то есть до верхушки, еще столько же. Представляете? Вот. Да, упустил момент. Да, мне интересен был сам факт. Да, у меня птицы жрут 90% моих червячи. Но сам факт, что у меня здесь 9 могущих, ну и не считая молодежи там, есть у меня 2-3 клетки. Есть даже и в прошлом году привитые. Но 9 взрослых мощных деревьев. Они привиты на сибирскую штамбовую вишню. И почти ее не обгоняют. Потому что червячи по своей генетике дерево в полтора раза мощнее, чем вишня. Даже мои сибирские штамбовые чуть-чуть выступают на пару метров. И по диаметру чуть-чуть выступают. Но я вам показывал фильм, а вы не все фильмы смотрите. На все вам все хватит. У меня их в неделю по десятку. И вот в одном из них, примерно 2-3 дня назад, я показал, что вот у меня прививка черешный. Сразу покрылась семенами, цветами. Вот она годовала. Под ней 2-3 клетка вишни. Но она уже, уже вишню обгоняет. Где-то процент уже обгоняет. Пройдет время, она будет обгонять и может еще рухнуть. Но это неудача такая. Пусть тогда вишня, черешный на вишне, пусть проживет не 40 лет, а 20. Наемся. А ему уже замена растет. Есть у меня однолетние прививки, двухлетние, трехлетние, четырехлетние. Вы поняли. Главное, это же не... Ну сама прививка. Вишневые подвое растут сами. К ним подходить не надо. Единственное, косой не скосить, когда они маленькие. Любая вишня, слива, это... И даже яблони, все корневые отводки величайшая ценность. Люди мгушили ненависть к ним. Это все неправда. И вот вишневые вот эти самые, которые лезут из земли. Никто им не разрешал. Метри, метри, еще раз. Метри, метри, метри. Вот. На них привасить. Ну несколько минут, и черешний высот готов. Несколько минут. А для кого-то это целая проблема. Вот еще. В этом году я попрошу Юлию, видели ту, которая в очках, симпатичная барышня. Я попрошил, сказал, все, которые у меня косточки черешни не выкупят, они у меня же в этом, в сыром песке, на патрификации, высаживай. Где будет лист свою ладонь, продавай как черешню. Где будет лист поменьше, продавай как вишню-черешний гибрид. Там есть гены вишни. Вот. Почему? Да потому что у людей этого нет. Уж крымчанам, уже жителям Смоленской области, Брянской, Краснодарского края, везде по югу, Ростовская, Асаханская, везде можно садить, она будет так растить. Почему у вас нихрена нет, объясните мне, пожалуйста, во многих этих районах даже ни одной черешни нет. Так же, как я при косах чего-то. Да никто толком этим не занимался. Я уже, как это, знаете как, я уже в отчаянии говорю. Вот. Я, чтобы не выбрасывать эти черешевые косточки на садицированные. Из моих, сто процентов, моих черешин. Ладно, косточки персика я продавал. И моего это самое, и этого, и Чернобаева, и Медзиного, и мои. Вот три источника. Ну, в черешевые это чисто мое. Связи с Боднарского сада, Боднара, больше нет. Вот. Его сын с нами не общается. Точка. Идем дальше. Ой, а сколько пишете? Он чуть-чуть не сказал. Это, помолчил. Я сам напрашивался. Так. Так вот. Череши только на вишне. Вишне желательно железу сказать. Это я Виктору отвечаю. Или она. Трещаются рекомендации. Это для молодых деревьев. Что значит молодые, до какого возраста. Вот. Молодые деревья. Ой, это отдельная тема. Вот берется дерево. Его схема или фотография. Я по этому ярусу вижу. Ему 8-10 лет. И человек учит его омолаживать. А ему 10 лет. Короче. Отвечаю. Как бы еще короче. Нету критерия молодые деревья. Понятно? Вот. Так что догадать не будем. До какого возраста. Молодые. Ирина Алтай. У чернокожего двойная кожа. Вы это знаете. Убедилась в этом виде. И когда на паночный массаж одна жительница попросила сделать. И повредила кожу. Нижняя кожа белая. А. То есть они это. Оказывается. Мимикрируют. Были белыми. Стали черными. Или были черными. Ну все. Ладно. Это такая уже. Это не совсем. Нет. Ну пример. Он имеет с одного соотношения. Сравнение кожи. Чернокожего. Человека. Африканца. С тонировкой. Стекла в автомобиле. Гениально. Так. Владислав. Спасибо за ответы. Подожду пару недель. Буду решать. Возможно. Некоторые семена якостики. Проснутся. С. Сартификации. И грядка оттает. Так. Ну. Сыктывкар. Ну. Ну. Сыктывкар. Конечно. Позже. Чем мы. К тому же. Часть манжурских абрикосов. Наполовину откопаны. И может быть. Приводят пораньше. Ну. Вы уже приняли решение. Тулячка. Заявку на каталог. Черноков отправил. Спасибо. Я доволен. Значит. Не зря провел вебинар. Леонид. Валерий. Хочу спросить. У меня на даче. Близко стоят грунтовые воды. Где-то на глубине метра. Стоит ли создать саранцы абрикоса. Приживутся ли они. Или погибнут в таких условиях. Так я сразу скажу. Все извращения приняты для того, чтобы умудриться в одном метре, в одном линейном метре, содержать корни абрикоса, не годятся. Как то. Отрезаем центральный корень, боковые пойдут вот так. Сразу говорю. Один из боковых корней развернется и опять пойдет вниз. И когда он намокнет, дерево погибнет. Раз. Дальше. Все эти бесконечные. Есть такой человек, который меня ненавидит лютой ненавистью. Он сделал несколько роликов. Он живет там, где близко. Ну, представляете. Помните, Питер построен на болоте. Вот как раз на болоте он и живет. У него 60-80 сантиметров до воды. И вот когда он устилает ной и говорит, от абрикоса ниже не пойдет, он забывает о том, что... А он же выкопал такой. Вот такой вот. Ну, назовем это. Ну, не важно, квадратная или центрическая яма. Высотой 70. Всего глубиной 70 сантиметров. Устилает, но это не устилает, устилает. А есть много способов делать это, так? Вот. Ну, не буду пересесть, раз я против этого, а то я сейчас здесь пальцем позагнул. И он говорит, и тогда корни глубже не пойдут. Да даже если тебе удалось бы, но это в бочке бы еще, а не сбоку-то, все равно же. Он же не может изолировать это, боковые стенки ничем. Иначе получится бочка. Тогда, кстати, просто в бочку. Вот. А главное, он все время забывает, почему эти саженцы погибли. Но возненавидел именно меня. Ненависть прямо бушевала. Это невероятно. И там, про это самое, не хватило ума. Это же дождевый край. Это же при этом, при море. Ну, как его, точнее сказать, прибалтика. Вот и сверху вода ждется. Что толку так грунтовой воды защитился? Ну, ладно бы там 3-4 метра. Но на глубины 60-70 сантиметров он вот столько вод еще занял. По тем, что он туда все, это, утрамбовался. А дождь-то вот сверху. Что получилось с корнем? Ниже идти не могут. А сверху заполнилось это водой. И все умерло. А виноват Железов. А Железовский абрикос погиб. Да разве он может погибнуть? Железов-то оказывается обманщик. Железов-то набрал. У него абрикосы-то бессмертные. Он показывал в течение часа, как он делал эту ловушку. Смертельную ловушку. Что, ну ты, наверное, просто бы взял, порубил на куски и сказал, а почему он рубится топором? Он же сказал, что они бессмертные. Ну вот, как Мак ответил. Значит, получается так. Если там метр, вы можете добавить еще метр с помощью этого самого. С помощью холмов. Я знаю одного саеногорца. Он когда купил участок, он был до этого, шутка не сказать, директором ГАГАЗа. Ну так бывает. А сам-то он саеногорец и вернулся на родину, саеногорск. Вот. Так вот, я забыл, сколько. Он на метр поднял землю. Ну, понятно, если ты директор, значит, у тебя много денег ты привез оттуда. Когда тебя сняли с директора этого газа. Вот. И тогда, получается, он у них хвастался, что на метр поднял землю на всем участке. Ну там понятно, у него участок-то хорошее, но там чистый граммий. То есть лопата звенит, когда втыкаешь. Я его понимаю. Получается, если вы прибавите еще метр, за счет, пусть уже вы не миллионеров, 40 КАМАЗов вы не пригоните, но сделав холм, даже метровый, всего два метра. Тогда, получается, ну что же делать? Переходите на прививку на сливы. И тут, получается, так. Обида страшная у меня на науку. Знаете, в чем? Уже по методу Железова, да сами бы догадались, несколько поколений. Прививка абрикосы на сливу. Причем желательно определенные сорта, потому что чуть другой сорт, даже внутривидовый. И все уже, то есть, не это, не внутривидовый, ну, все вроде так, но чуть другой сорт, и уже опять несовместимость. Несколько поколений. Пример хотите? Пожалуйста. Я мучился, мучился и потерпел крах я железа. Это когда я, вот, прививал именно сливы на абрикосы. Я получил уникальные эти клоны, невиданные плоды. Все получил, но они умерли. Наш друг Чернобаев, художник, ну, что с художником взять, он же художник, это значит, у него руки золотые. А когда золотые руки, все равно, что с кистью работать, что с первичным ножом. На культурный абрикос привил венгерки, получил клоны, ну, мы это проходили. Прекрасные урожаи, вот. Вот, жена его лечится этими плодами венгерки. А они же, чем хороши венгерки, чем они отличаются от Китая? Плотные, жесткие, транспортабельные и легкие. Вот что вам надо. Тогда получается так. Вы берете венгерки и прививаете их на абрикосы. Нет, не так. Для вас-то наоборот, ой, я уже устал. Для вас нужны короткие корни, а это сливы. И вы на сливы прививаете абрикосы. Если хотите, есть абрикосы. У меня есть фотография. Ну, где-то восьмилетное дерево. На обходе две симпатичные девушки. Моя Даша, когда она была еще подростком. И дочка главного редактора газеты «Позента Красноярской». Дочка ее уже как зовут, не помню, а ее маму зовут это, значит, Ирина Владимировна Головина. Вот эти две девочки фотографировались на фоне моего абрикоса, привитого на сливу. И тогда получается, что можно все-таки. Но это один успех. Тут же у меня и умирали другие. Это специальная работа. Давайте так, как вас зовут сейчас, хорошо. Вот, Леонид, готов эту работу проделать? Если нет, значит, у вас, к сожалению, вы останетесь долго еще без абрикоса. Потому что просто привать абрикосы на сливу, на терн, на лучу, на терносливу. Вы можете, но результаты настолько редкие, и гибель такая частая, что стоит ли вам этим заниматься. Ну, а если у вас метр глубина абрикоса, это я приговор, там делать нечего. Ну, и, наконец, Елена. Валерий Константинович, у Сергея есть саженцы черешни? А если нет, то у кого рекомендуете купить? Все ваши саженцы хорошо прижились. Спасибо, Елена. Вот, когда слышишь о массовой гибели, на этом фоне сад Сергея Железова выглядит. Ой, а я все-таки переживаю, я все-таки отец этим деревьям, этим клонам. И способы прививки мои, и все хитрости мои. Сергея научил я. Все ваши саженцы хорошо прижились. В рекомендации верю. Спасибо, Елена. И теперь так, вы держите черешни близкие к крутой воды. Я черешни с косточек никогда не выращивал. А не думают, что я все узнаю, все умею. Нет. Тут вам придется лезть уже за официальными данными в интернет. Так. Я подозреваю, что если вишня удерживает, то черешня, скорее всего, не удерживает. Почему? Я могу начать про агротехнику и про генную инженерию. Ну, тогда, ну, согласитесь, что время уже пошло четвертый час. Поэтому я просто считаю, если вишня близко к крутой воды выдерживает, даже вот такое вот. Вот, поверьте. Я свидетель этому. Огромная вишня. Тут же рядом. По вишне выкопан колодец. Воды в колодце полная, не считая, вот столько. А вишня, ну, двухэтажный дом. Дальше, значит, это вишня. А черешня, ее как бы антипод. Вишня и черешня разошлись там. И где черешня? Там, где далекие к крутой воды. Там, где стержневой корень. Вот там, да, там черешня. Значит, получается, что она боится. Ответил, как мог, на ваш вопрос. Вот так. Теперь, наверное, я уже не полезу. Я хотел еще что-то уже. Фотографии. Но уже не буду. Да и не последний день живем. Так. Давайте послушаем Людмилу Поротникову. И надеюсь, что мы на этом закончим. А сейчас она что-то пишет. Она уже хотел показать фотографии, корней. Нет, время вышло. Четвертый час. Но вам спасибо. Ни один человек не ушел, не исчез. Представляете? Тут на самом деле больше. Это кто прямо смотрит. А кто-то уже умудряется уже и по записи смотреть в это время. Вот. Вот. Да, еще, знаете, пока она пишет, все-таки я еще раз обращаюсь. Ребята, я сейчас скажу следующее. Это будет последнее. Или подождать, что пишет, и нет, скажу. Итак, вы моих девчонок видели. Они прекрасно статифицируют. Начинают, нет. Все начинает со сбора семян. Собаку съели. Они вам не подсунут сухие, пустые косточки. Они все отмоют. Они отбракуют. Они все сделают. Они потом статифицируют. Все сделают. Наконец, они распакетикам. Наконец, посылку. Так, что всех все так удивляются. Так удивляются. Что такие, насколько выделяются именно качественные посылки. Уже посылки, да. Вот. И не самые дорогие, кстати, пересылки. Так вот. К чему я это говорю? Когда-то наступит мой последний день. Нет. Не угадать. Ну, скажем, я не дееспособен. Я еще раз повторю. Я поставил. Почему сейчас я ограничу? Я поставил условия. Как только если я могу, дам добро. Если не смогу, сами. Вот. Вы приезжаете на грузовике. Из моей квартиры увозите оба больших холодильника. Они забиты семенами. Раз. У Сергея от моего еще от 100 тысяч косочек в погребе. Ключи у Сергея. Надо? Зарезете сами в погреб. Достанете все, что надо. Итак. Когда меня не будет, вы обязаны. Запас еще есть. Вот. И еще будут. Вы уже знаете примерно сорта, какие. Вы знаете, как собирать, как называется. Я вам еще берег подавишу. с назой. Это есть сорта, которые только я знаю название. Вот. И эти девчонки должны еще год, два, три. Потом все исчезнет без следа, потому что впереди трудные времена. И похоже, похоже, лучше готовиться к худшему. Но несколько лет они должны продержаться, потому что надо детей выкормить, вырастить. Вот. Их детей, моих десятых племянников. Так вот, еще раз, это касается семян. А черенки меня не будет, черенков не будет. Все, никто вам их не вычет. Поэтому сейчас берете, думайте, куда пристроить абрикос. Увидели сливу? Увидели терн? Увидели лучу? Вот. Заказывайте и привайте лишь бы ткнуть. по соседям, друзьям. У кого есть слива? Мне нужно успеть зацепить абрикосы, потому что не будет железа, я уже столько раз говорил, не будет у вас никогда вот это, вот это, вот это. Вот. Самое интересное, что я этого, вот это я, вот это, вот это, вот это, вот это. Это я не воровал из интернета. проще вот здесь показать, да? Вот. работа у вас будет вот такая. Я говорю, Илья Александровна, ложись, это будет фотография, технология в нашем саду. Отменяем 9 из 10 приемов, оставляем только один прием, косить, и оставлять на месте. Вот, это символ нашей работы. Вот. Я надеюсь, она мне за это благодарна. И, сами понимаете, все это должно переехать в ваши сады. В виде черенков. Вот. Я уже разговариваю с саду. Дело в том, что выброшу же, выброшу. Сейчас идет специальная обрезка. До сих пор я черенки штуками считал. Помните, это, это, это. А сейчас я говорю, я нарезал опор Талматинский, я нарезал опор крово-красный. Я нарезал венгерок у меня как собак нерезаных. Сейчас, ведь я уже знаю, что из 120-30 черенков, которые я нарезал, а этой самой венгерки, сотни уже выброшу. Это специальная обрезка на то, чтобы на следующий год опять были черенки. Когда режешь черенок, оставляешь 3-4-5-6 почек. На следующий год одна эта ветка обрезанная на огрызке дает 3-4 ветки, но они в два раза короче. Еще год, если уже эта ветка вообще не годится. Очень быстро это происходит. Все, возвращаюсь, все дела. Были. Что добавилось? Что добавилось? Смотрите, вы не хотите расставаться? Давайте на это, на выживание. кто кого пересидит. Итак, Людмила все-таки написала. У меня слива Евразия-21 растет из косточки. Морозы 28-30. Будет ли она вкусной и не выверзет? Смотря, где вы ее взяли. Во-первых, слива Евразия-21 это когда-то еще в те времена, когда не было интернета, на страницах журнала предстоятельного хозяйства кто-то из садоводов, кто добился успеха, вырастил, она заплодоносила, сказал, что пусть это мое мнение, я цитирую его, но это лучший сорт в мире из слив. Вот такой РАС-21. Но лучший сорт в мире, это не значит, что он выдержит, допустим, вот 9, 28, 30 у вас, Людмила, или это его, так сказать, характеристика, что выдерживает 28, 30. Вот получается ответа у меня нет. Настоящая она или не настоящая? Если настоящая, замерзнет. Если северный вариант, как у меня, не замерзнет, но для этого опять несколько поколений, адаптация, а потом возврат в Европу. Мои-то у вас никогда не замерзнут. Идем дальше. Ирина Дубровина. Если наполовину умирающего дерева абрикоса, идет поросль, можно ли временно привить чернотика? За него за нужно, срочно, немедленно. Так, теперь, вот я смотрю, два, две ссылки, какие-то мой брат разместил. А что за ссылки? Открывать, не открывать? А, это с его сада. Спасибо, брат. Теперь понятно, это с той его сада. вот. А вторая? А, вот смысл-то. Ты абрикос, внученьку, вот что значит семья Железова. Мой брат, гордо говорю, в отличие от меня металлурга, закончился хосмус. Результат прививка напора сельместной сливы через 4-5 лет. Вот, пожалуйста. То есть, доказательство того, что прививка на сливу. Спасибо, брат. Ну, как ты вовремя? Ой, спасибо. Вот эти вот две вот эти фотографии. Видишь? Местная слива. Вот результат. Да и уже неплохо. Так, всё, посмотрели. Так, смотрим теперь Владислав. Самое интересное, абрикос уснуть вообще не успел, а яблони лисичь не успели. А это ещё не страшно. Почему? Яблони, они в какой-то степени надёжнее абрикоса. Вот. Это если не брать мои абрикосы особо, а просто брать средний абрикос. Яблони надёжнее, морозостойчивее. И у меня за 40 лет было 3-4 раза, когда ударяли морозы, листья зелёные были. На большинстве некоторые летние сорта у меня яблони скидывали, листья, а осенне-зимне не скидывали, уходили в зиму. Ну, а меня уже пугали. Всё, замёрзнут раз зелёными листьями. И смотришь, до Нового года листья потихонечку сыпятся на колонах коловидных, тогда весны даже не это. То есть, они коричневели, они высыхали прямо на деревьях, но не падали. А потом приходило весна, и всё нормально. У меня самая страшная потеря была на острове, когда минус 40, а у меня тогда погибло 300 именно аппортов. Но эти аппорты были, я считаю, они были ещё негодны. А сейчас мои аппорты, будет они сейчас на острове, ни один бы не погиб. Время прошло, я свою работу проделал, где моя нобельская премия, ну хотя бы государственная. Так, теперь, а что такое у вас? А что такое у вас? Так, это всё связано, Евразия, 21, может быть, Евразия брала у меня? А? Ну тогда вынуждите или нет, ну если вы о ней говорите, ну тогда придёт премия-то вы нам расскажете. Друзья, по-моему, всё. Три с половиной часа. Давненько такого не было, я доволен. Итак, расстаёмся, до тех пор, пока вы не возьмёте мой каталог. Заказывайте, если на сайте, смотрите сюда. Вот это мой сайт, набирайте вот здесь вот. Вот сайт с одного до железного, всё пришло. И на вечер-вечер сручки будет, вот он сайт. Объявление. Видите? Котовок Семян. Пожалуйста. Всё, что хотите. Всё, всё изволите. Вот, можете отсюда контакты. Вот здесь есть мой электронный адрес. Пожалуйста. Котогалерея. Сюда лучше не заходить. Потому что тут нужен два лидов. Полидов, Карвалол и прочее, прочее, этот самый. Потому что сюда больше не ходить. Сюда учёные не заходят. Потому что у меня только отставники на пенсию и к железному. У меня высшее образование, я всю жизнь животновод, я всю жизнь овощевод, я всю жизнь цветовод, я всю жизнь зерновод. А теперь хочу вырастить. Только на пенсии. А раньше? А раньше у них не получалось. Вот такие дела, братья. Всё, заканчиваю. Жду от вас заказа на косточке и на серенке. Уже почти умоляю. Почти умоляю. Жалко потом всё это богатство. Жалко. Толь сереной косточки никогда. Нет. Ну, кто бы мог поверить, что вот это вот такой станет Аина. Всё, всё. Всё отключаюсь, друзья. Всё. До свидания. Спокойной ночи. Жду заказа.